Посмотрите какой скалолаз Вон видите чего делает ветки обрезает вообще висел там на самом краю вот какой смелый отважный как это называется скалолаз да а вот этот садик мне почему то напомнил снежную королеву сказку помните про Кая и Герду посмотрите как пальмы офигительно цветут здесь просто шикарно и вообще посмотрите какая зелень опять свежая вот вы знаете сейчас вышла гулять немножко решила в промежуток попасть между двумя дождями потому что у нас была прошлая неделя солнце 27 жара невозможная тоже ничего хорошего кстати скажу я вам я как-то уже отвыкла от такой жары только на море могу такую жару переносить слава богу здесь неподалеку у нас море и пляж так вот потом вдруг резко сменилась погода и сейчас вот уже с воскресенья наверное того всю неделю до этого воскресенья сегодня у нас строится поздравляю кстати всех кто празднует 20 июня воскресенье и вот сегодня первый день как перестали лить дожди но дожди это такая красота для растений особенно в июне месяце ну май июнь когда вся эта первая растительность просто благоухает кругом и вся эта зелень но особенно конечно как вы понимаете это здесь в Англии здесь зелени всякой какой хочешь и в огромных количествах и вот вышла я решила немножко отдохнуть от своего уже теперь нескончаемого ремонта который просто не заканчивается по моему уже у меня вот сейчас почти закончили ванную мне это я нашла поляка мне его посоветовали сказали мне что он работает качественно берет недорого ну вот знаете по поводу и того и другого у меня уже теперь возникли небольшие сомнения потому что так получилось что я его очень долго упрашивала чтобы он пришел ко мне поработал и как вроде как опять он так согласился как то знаете сказал что ну ладно я буду приходить работать когда у меня будет время я конечно же согласилась ну а потому что а что делать как говорится уже у меня особого выбора нет я сколько не узнавала у всех тут я затратила поверьте мне очень много времени на поиск и частных и каких-то просто знакомых и через фирмы всяко-разно и вот очередь такая что аж до конца сентября а иногда даже и до декабря люди заняты представляете почему вдруг все занялись ремонтом ну наверное может потому что ехать сейчас никуда нельзя все дома сидят и вот он мой поляк знаете так как я согласилась он сказал я буду приходить когда у меня будет время в промежутках между работами другими то есть то есть вот понимаете деньги я такие же ему плачу а вот почему-то я вот получается опять на каких-то вторых там второстепенных вот таких вот вспомогательных у него каких-то работах ну и ладно бы как бы я вроде подожду и когда он позвонит что он свободен я бегу домой подстраиваюсь под него но он почему-то знаете стал так брать как-то уже знаете по-взрослому за свою работу потому что покажу я вам конечно что он там мне сделал но я говорю что ничего я там серьезного менять не стала но вот он за каждый свой приход берет 100 а то и 120 фунтов и уже набежала больше 500 фунтов у меня за его работу помимо всех прочих вот этих материалов которые я купила то есть просто вот так вот знаете как бы ничего особенного там а уже тысячу фунтов за ванную комнату я потратила показывала я тут тоже в своем прошлом видео светильники которые у нас здесь продают такой знаете скудный очень выбор как я например себе представляю но опять же знаете у меня спрашивают так наверное же там качество другое у вас что вот такие цены наверное качество совсем другое ну я вас уверяю друзья что это раньше было вот у нас все еще остались такие вот какие-то впечатления что с раньше помните с запада когда у нас был дефицит всего и вся то везли начиная от обуви каких-то там я не знаю одежды тряпки все эти наряды даже пакеты везли вы не поверите вот эти вот в которых там какие-то с рисунками пакеты даже не знаю как сказать вот эти полиэтиленовые продавались за бешеные деньги эти пакеты у нас не было ничего не говоря уже о том что всякую бытовую технику и вот эти вот сонни телевизоры и музыкальные центры все тащили кто мог привезти все привозили здесь торговали это было давным давно сейчас уже все изменилось настолько что везде все абсолютно одинаковое продается я вот вас уверяю потому что я каждый год бываю и в России и здесь я живу в Англии как вы понимаете вот я все это вижу и сравниваю точно так же уже как у нас засилие китайского всего так и здесь вся Европа пользуется китайскими всякими вот этими изделиями и продукты китайские и электротехника китайская и одежда китайская и бытовая техника все made in China а вообще вы знаете что я например понимаю вот когда делаешь ремонт избавляешься от очень очень многого хлама который как не старайся накапливается за жизнь ну очень сильно вот говорят же что переезды иногда хорошо устраивать вот какие-то обмены переезжать другую новую квартиру обновляется жизнь а почему обновляется потому что вот люди начинают избавляться от массы ненужных вещей которые кажется что вот когда-то бы может быть будущем я буду использовать вы помните это та история когда у нас на старых балконах стояли совершенно ненужная лыжа одна какая-то если вторая сломалась или холодильник на полочке которого стояли тапочки домашние тоже может быть ненужные уже но мало ли ждали своей очереди сейчас конечно уже не до такой степени но все равно страшно обрастаем хламом особенно с возрастом если живешь постоянно на одном и том же месте да вы наверное сами замечали дети когда хоронят своих уже престарелых родителей и начинают освобождать после них квартиру или дом сколько там ненужных вещей и хлама бывает и вот вы знаете даже как-то я помню когда мы убирали мамочка умерла мы пришли с сестрой убирать там ее доме и вот конечно же закопались там все это нужно посмотреть чтобы не выкинуть ничего лишнего ну и что-то остается на память а что-то в большом количестве нужно выбрасывать и вот иногда просто сердце кровью обливается что человек дорожил что человеку это что-то было нужно вот и потом когда человек умер совершенно ничего уже не пригождается и не легче ли самому человеку как-то попытаться заранее решить эти вопросы и освободиться самому я кстати слышала где-то что вот в швеции есть даже такое очень распространенное явление называется предсмертная уборка или у них еще называется расхламление и рецепт легкой старости вот они это считают что это нужно сделать каждому уже человеку в возрасте чтобы не напрягать своих детей в будущем и чтобы не было никаких проблем вот самому все из своей жизни лишнее убрать и это получается что ты свою жизнь освобождаешь по-другому легче дышится ну и потом вот такие вот знаете вот например вопросы которые наверное нужно сразу с детьми обсуждать может быть вы хотите что-то им оставить или обратить внимание на какую-то вещь которая досталась по наследству и которую вы хотели бы сохранить также для своих детей и внуков а может быть детям наоборот какая-то вещь нравится они хотели бы ее оставить вот эти все вопросы заранее знаете хотя я вспомнила в связи с этим вот и помните анекдот такой бабушка ты когда умрешь тебя далеко в ямку закопают глубоко да внучек а почему ты спрашиваешь ой я буду тогда твою швейную машинку крутить ты не услышишь и не будешь ругаться ну в общем я специально разбавила веселым анекдотом эту грустную историю я хочу просто сказать что я очень рада что вот так вот постепенно постепенно то с переездом то вот с ремонтом я освобождаюсь от многих многих вещей ненужных и становится легче жить проще и свободнее вот она моя пара помните я вам показывала красавчики мои вот они парой у нас ходят красавчики ну вы все еще парой ходите друзья мои прелесть какая прелесть моя парой ходят наши ребята обратите внимание как по-другому смотрится здесь у нас без лебедей этот фрут здесь в основном гуси вот они расположились у них уже маленькие гусятки даже есть давайте поближе посмотрим вот четыре еще три малюсеньких помпусеньких все хорошо не волнуйтесь а вот уже посмотрите какие большие гусята прям большие два два три четыре пять пять огромных уже гусят почти выросли как родители вот но это получается совсем мало посмотрите остальных они что-то даже очень агрессивно настроены на меня я их тут всех всех я их тут беспокою они не очень рады вот опять два разных парой собрались они здесь прямо купировали все все оккупировали ну вот и все на такую огромную стаю а нет остальные все канадские гуси и гуси почему-то нет нет лебедей нет лебедей куда делись лебеди неужели все погибли лебеди осталось от силы штук пять а ведь был весь пруд наверное около сотни лебедей здесь у нас было а это вот бакланы посмотрите красавчики тоже бегают огромные практически они по величине даже с гусями вот с этими одинаковые вот эти смешные такой клювик маленький он даже на гуся не похож что за птица не знаю вот вот его пара вот она крикливая сидит ну посещу ну как громко ну как громко кричат их здесь видите много вот такое сегодня у меня видео для вас друзья коротко обо всем а кто досмотрел до конца всех благодарю всего вам доброго друзья еще увидимся пока пока